Встреча с новобранцами 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 11 ноября, в это воскресенье, к военной присяге, к этому священному ритуалу будет приведено 8 военнослужащих нашей части призыва осень 2012 года. Таких же ребят, как вы, прибывших для прохождения службы в наш суровый край из Саратовской области. Пусть на них пока чуть мешковато сидит форма, и они еще не могут четко по-военному приветствовать своих командиров, но именно здесь, в армии, им привьют любовь к военной форме, российской армии и своему отечеству. Доброй службы вам, призывники, несите достойно звания защитника отечества. Желаю вам отличной службы, надежных армейских друзей, почаще писать своим родителям, не забывать свою малую родину. И с кем-то до скорой встречи в нашей воинской части. Сила народа в его единстве. Главная задача сохранять независимость родины. Когда-то за это боролись наши деды. Нынешним солдатам надо на них равняться. Уважаемые добрызывники, поздравляю вас с этим замечательным днем, куда вы собираетесь служить нашу советскую армию. Мне пришлось служить 6 лет. Но вы, год-то это небольшой срок, я думаю, вы с этим справитесь. Ждать юношей с армией будут их девушки, родные и близкие. Но самым долгим этот год покажется матерям солдат. Я на таком мероприятии еще первый раз. Хотя уже второго сына отправляю. С первым сыном, конечно, очень тяжело было. С этим легче все-таки. Уже как-то пережила это. Конечно, хочу, чтобы служил. Отдал родине свой долг. Чтобы был здоровым, крепким. Там слушался. Хорошей традицией такого мероприятия стало вручение памяток для новобранцев и сувениров для их мам. В заключении призывники, их родные и близкие, ветераны и представители администрации возложили цветы к мемориальному комплексу «Никто не забыт, ничто не забыто».